Планы по модернизации на Гомельском литейном заводе у вогули масштабны. У администрации предприемства лишать, что иначе не то, что на внешней рынке не трапить, але и на внутренних тяжко утрыматься. У лютым тут запустили уникальный станок для выработки дравляных моделей. И на витапа гэтых формах будет выпускается продукция предприемства. Обсталявание оказалось настолько складанным, что прасовать на им будут выключены инженеры-программисты с высшей адукацией. Али переваги при этом чакаются значные. Мы модернизировали деревообрабатывающего производства путем внедрения деревообрабатывающего комплекса 5D. 5D – это значит обработка идет в автоматическом режиме по пяти координатам. Это уникальный станок для Республики Беларусь именно для модельного производства. Тем самым нарастим производство поставок литья в ближнее зарубежье, такое, как Майкопский редукторный завод, в дальние зарубежье, такие, как страны скандинавские, Финляндия, Прибалтика. Еще одно новое уведение – линия безперапинной разливки чугуна. Ее установка на централите была продуглежена еще решением Совета Министров об развитии айчинного машинобудования, якое прималось в 2012 году. На подставе этого документа Институт металла у Национальной академии наук расспросовал проект, по яким и выробили новое обсталявание. На заводе кажут, что аналога у Яму нема ни у одной краини СНД, а выробляемая продукция, запотребованная на внешних рынках. И еще один плюс новой линии, я надзваляя экономить каля 12% электроэнергии. Али только новым обсталяванием планы местового керауниства не обмежевываются. Головный боль практически у всех заводов, побудованных у советские часы, по меры вытворших помешканев. Каб переобсталявать старые помешкания, не обходно полностью изменить технологии в творчестве, что вельми проблематично. Али выканание санитарных потребований у махчима и у таких умовах. Работникам на СНД выдали теплоотденье и установили додатковые технологичные перепынки с махчимостью отрывания бесплатного гаража чаю. Плюс провели у належный стан гардеробы, где теперь постоянно контролируется температурный режим, и открыли покои для приема ежи. Як выник, у минулом годе захворываемость работников предприемства у правонания с 2016-м снизилась больше, как на 10%. Ежедневно представителями профсоюза совместно с работниками охраны труда проводится мониторинг в цехах, в административных корпусах, в гардеробах, бытовых помещениях по соблюдению температурного режима. Температурный режим соблюден. Каждый гардероб оборудован комнатой приема пищи, в которой имеется холодильник, чайники, микроволновка, питьевая вода. Олеся Серов, Ольга Коновалова, Юген Макенко, Телерадиокомпания «Гомель».